В советском районе Самары День защиты детей отметили не совсем обычным образом. Там прошла благотворительная акция в помощь детям-сиротам. Горожане живо откликнулись на благородный призыв. О неравнодушных людях в нашем следующем материале. Максим Налейкин демонстрирует всем желающим походную кузницу. С помощью подобных нехитрых механизмов наши предки обеспечивали свой быт всем необходимым. От гвоздя до самовара. Подрастающие поколения не прочь перенять уникальный опыт. Учеников достаточно, все. Пятигодовалого возраста. Это называется ясный сок. Взрослые что-то стесняются. Они, не знаю, боятся показать какую-то свою неопытность. В советском районе День защиты детей решили отметить особенным образом. Площадкой для праздника выбрали сквер имени Чехова. Более века назад великий писатель спасал от голода самарских ребятишек. Было это в 1898 году. А спустя 120 лет соотечественники Антона Палыча решили устроить благотворительную акцию. Главная цель которой – собрать средства для помощи местному дому ребенка «Малыш». Чтобы помочь им, мы организуем такую акцию, собираем пожертвования, проводим благотворительный аукцион «Рука помощи». Нас поддерживают, во-первых, администрация района, во-вторых, Совет отцов района, Совет женщин, Союз женщин района, ну и еще много разных людей. Сквер Чехова в свое время не входил в число самых благоустроенных мест отдыха жителей Советского района. Но благодаря участию в программе «Формирование комфортной городской среды» есть уверенность, что этот уголок Самары обретет второе рождение. Мы пришли с соседнего двора. Мы в этот двор, в сквер, ходим постоянно. Гуляем здесь с друзьями. Проводим практически каждый день здесь детские прогулки. На праздники в этом сквере мы тоже не впервые. Практически приходим каждый праздник. Очень замечательное мероприятие. Всегда весело, всегда дружно, как-то всегда по-семейному. На голосовании 18 марта за проекты благоустройства сквер Чехова занял в Советском районе второе место из 11 общественных территорий. Лучшего доказательства популярности этого места у горожан не найти. Реконструкция сквера стартует на следующей неделе в понедельник. В обновленном сквере появится 4 игровых городка для детей, 54 скамейки, 93 урны и 65 фонарей. Подрядчик обещает не затягивать со сроками. Лилия Валеева, Владислав Жирнов, Тимур Найбеев. Новости губернии.